Три уникальных шаманских бубна прибыли в Ненецкий кровеческий музей. Реставрация двух обязательных атрибутов шаманов 19 века и 1 20 века была проведена во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Грабаря в Москве. Все подробности далее. Этот бубен 19 века принадлежал известному ненецкому шаману с острова Колгуев по кличке Ржавый или Пурпей по-ненецки. Чудом сохранившийся во времена репрессий реалитет принесли в музей в 2001 году. Второй бубен, как и Колгуевский, был изготовлен в конце 19 века, но история его происхождения неизвестна. Сотрудники музея располагают только информацией о владелице. Он принадлежал женщине-шаманке Сканинской тундры. Вот этот бубен поступает к нам в 30-е годы, с тех пор практически мы ничего о нем не знаем, но надеемся, что когда-нибудь прольется свет именно на бубен этого, именно на этот шаманский бубен, потому что здесь, как вы видите, еще есть инициалы А, К и Г. Очень интересно. Бубен – основной шаманский инструмент, поненецкий пензер. Он символизирует оленя, на котором шаман якобы ездит по земле, поднимается на небо или спускается в подземное царство. Пензер, на деревянный каркас которого натягивали кожу самца дикого оленя, имеет почти круглую форму, диаметром от 60 до 80 сантиметров. Технология изготовления бубнов одна, а вот история каждого экспоната уникальна. За сто с небольшим лет внешний вид бубнов сильно поистрепался. Поэтому было принято решение отправить их на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря в Москве. Там они провели целый год. Во время реставрации была устранена деформация каждого из бубнов, были устранены трещины, разрывы на коже, а также восполнены фрагменты, недостающие вот этой сыромятной кожи на бубнах. Также была произведена очистка металлических изделий и укреплены деревянные конструкции. Третий бубен был изготовлен известным путешественником и почетным полярником Филиппом Ордеевым. Это первый бубен, сделанный Филиппом Никитичем в мае 2005 года. Атрибуты шаманизма уже прошли адаптацию в Ниньском краеведческом музее и в ближайшее время будут представлены в выставочном зале.